Всем привет, девчонки! Сегодня будет очередная масочка. Масочка вот такая вот от Vita Organic Spa, от Face Organic Spa, прошу прощения. Маска скульптор лифтинговая, повышает тонус, моделирует контур лица. От фирмы Floresan Cosmetics. Покупала я их в магазине 7 дней, в клинцах. Мне очень нравятся отбеливающие этой серии. И, честно скажу, вот эта вот иммунорегулирующая, очень даже неплохая масочка. Но еще я протестирую и, обязательно, в пустых баночках расскажу. Сейчас только умоюсь, потому что маску сегодня делаю днем. Сейчас уже были на улице, немножко смыть уличную грязь, уличный пыль. И тогда мы с вами приступим уже к нанесению маски. Ну что, девочки, я умылась. У меня видно, что немножко раскрасневшееся лицо. Умывалась я вот такой вот Silver Pink для умывания с Fixed Price от серии Sansa Cne. Она мне очень нравится именно тем, что она очень хорошо... Вот верхний вот этот эпителий кожный, где есть загрязнение, очень хорошо счищает. И вот особенно, когда днем несколько раз умывается. Бывает там пыль, то я где-то вымылась, особенно с ребенком играя на улице. Очень хорошая вещь. Умывалась не только утром и вечером, но еще в течение дня ей. Вот. Так. Кисточку свою до сих пор не нашла, все, никак не дойду, чтобы купить новую. Но, честно, вот эти вот маски в этой серии очень даже неплохо наносить шпателем. Вот мне нравятся. Обычно такого пакетика мне хватало на два раза. Сейчас посмотрим, насколько мне хватит. Это маска гуще, чем другие, чем предыдущие за тысячи серии. Намного гуще. Аромат у них, хотите смейтесь, хотите нет, у всех почти одинаковых. Что апельсиновый отбеливающий, с экстрактом апельсина зелененькая такая. Что вот у иммунорегулирующей, что у этой лифтинговой. Я зайду на шейную долю, чтобы именно вот она же лифтинг. То есть, она должна чуть-чуть подтянуть контур лица. Ой, есть мы ее не будем. Напоминает при нанесении очень жирный крем. Очень жирный крем. Вот у меня раньше я покупала чистая линия крем, когда еще в институте училась. Увлажняющий и питательный. Вот один в один вот этот вот питательный крем от чистой линии. Он был очень жирный. Но на зиму было, ему очень хорошо нанес. Вышел на улицу, не любой ветер, не любой мороз тебе не страшно. Так, что-то мне не нравится распателем наносить. Перехвалила я синить. Масок с шпателем. Продолжим по старинке пальчиком. Кстати, пальчиком не особо рекомендуется наносить маски. Так как руки жирнятся, то есть, уделяется кожное сало. Тем самым можно добить пора. Это также не рекомендуется наносить тональный крем пальцем. Ну, понятно, что все мы люди, у всех время, у всех все занятые. Поэтому и приходится то пальцем, то так в окно и пошел. Она немножко разогревает. От нее такой теплый эффект идет, особенно когда наносишь пальцем. Может быть, именно и нужно наносить такие лифтинговые маски именно пальчиками, либо чем-то таким теплым, чтобы создавало такой вот теплый эффект. Потому что суть лифтинговых масок в чем? Они вызывают приток крови к коже и запускают регенерацию клеток. То есть, на основе того, что новая кровь поступила, клетки начнут активно работать. Вот. Поэтому у нас это и происходит. Так, сейчас чуть-чуть. Начну было ровнить. Где-то тут у нас, ну, как обычно, где-то больше, где-то финиш. Идеально нанести это не получается. У меня, девушки, этой масочки хватило на одно использование. То есть, если вы хотите делать ее систематически, то есть, минимум курс 10 раз. Ну, я делаю маску два раза в неделю вот такого формата. То есть, тканевую я могу делать и через день, и каждый день. В зависимости от времени, от настроения. Тут очень много факторов, учитывая, что у меня довольно маленьких детей. Ну, тканевые маски я уже особо не рассказываю про них. Потому что они все примерно одинаковые. Я единственное, что вот уже в ближайшее время сделаю носочки, велентовские, для ног. Потому что за лето кожа очень высохла, потому что очень-очень много ходишь. Плюс, простите, жаркая погода была. Да, сейчас, в принципе, осталось. Вот, поэтому надо сделать, отшелушить, перевести ножки в порядок. Вот, чтобы было мягче ходить, топать. Ну, вот, в принципе, маску я нанесла. А сейчас подождем 10 минут. Вот, посмотрим, какой будет эффект. Ну, у нее, скажу, разогревающий эффект. Потому что я, когда я только нанесла, даже шпателем, когда наносила, на места, где я достаточно плотно нанесла маску, было и сходило такое тепло. Вот, приятное тепло, ни покалывания, ничего нет. За это не беспокойтесь. Вот, ну, и даже сейчас, вот, когда у меня маска на лице, она именно лежит, как плотная маска, как плотный слой маски. Такое вот, наподобие, знаете, кто мерил резиновые маски, как в фильмах показывают, когда вот делают ужастика такого. Вот, вот, эффект такой же, вот, как-то эффект вот этой вот маски резиновой. Ну, ощущения неприятных не вызывает, просто вот очень похожие ощущения. Вот, ну, посмотрим, что она даст. Нам, кстати, да, девчонки, надо мне покрасить брови, заняться вообще собой, потому что последние несколько недель были очень тяжелые в плане дел. Было очень много дел. У нас тут ремонт бани вовсю процветает, точнее, стройка бани, не ремонт, а стройка бани, поэтому тут, можно сказать, мы зашивались на несколько домов. У нас тут очень много, все много событий произошло. Съездили мы на прививку, первая АКДС, три месяца, не вызвало никакой реакции, ни температуры. Единственное, что ребенок был немножко беспокойный в плане после прививки, потому что был укол, это все-таки стресс как ни крути, но именно влияние на организм никаких не было негативных. С первой дочерью то же самое, мы сделали все прививки, у нас были все прививки в срок, ни одна АКДС-ка у нас не вызвала никакой реакции. Знаю, что у многих деток реакция на АКДС очень плачевная, то есть по поводу температуры вплоть до почти 39. Тьфу-тьфу, нам повезло. Кушает, мы кушаем только маму, слава богу, до сих пор. У меня никаких смесей, с первой дочерью у меня были проблемы, мне приходилось немножко подкармливать. В итоге с полгода со старшей дочерью мы перешли на смесь полностью, мама молоко перегорела, точнее, оно не перегорело, а пропало просто. Вот, с этой дочерью, тьфу-тьфу, пока мы кушаем маму. Больше ничего такого у нас интересного пока нет. Ну вот, про масочку вернусь чуть позже, расскажу что-то как. Так, девчонки, маска высохла. Вот если вам будет такая дни, она превратилась в такую немного силиконистую. Наверное, всё-таки в основе силикон, пока не читала. Потом, как будто пустая баночка, уже почитаю, что в составе. Вот. И она достаточно, ну вот, действительно напоминает резиновую маску, может, поэтому она так высохла, как силикон. Потому что вот ощущение, где заканчиваются маски, такое чувство, как будто вот я приложила силикон к себе на лицо. Именно после того, как она высохла. Сейчас умоюсь и уже расскажу об ощущениях после того, как я её смою. Так, ну вот, девчонки, я умылась. Смывается она тяжеловато. Именно потому что ты чувствуешь, что ты смываешь или очень жирный крем, или вот действительно как силикон смываешь. Сейчас я выкру. И тогда уже буду говорить уже о свойствах именно вот после смывания этой маски. Ну, сейчас возьму зеркало, девчонки. Так, что могу сказать? На первый взгляд лифтинг эффекта не хоба. Но это только на первый взгляд кожа. Достаточно упругая, особенно, что, кстати, кожа вокруг глазу. Здесь вот так вот, я вам поближе покажу вот. Она не впадает. То есть, когда ты обычно нажимаешь, она вот немного, а то она вот восстанавливает свою. То есть, всё-таки лифтинг эффект какой-то есть. Вот масочки. Смывается она очень... Я скажу, что прям проблематично. Вот когда попадает вода, начинает стекать эта маска. Такой же, как у тебя жирный крем по всему лицу. Как будто ты его вот лицом в торт. И поднимаешься, всё-таки в кремом, в таком жирном, масляном хорошем. Ну, насчёт шеи, я не знаю. Вот насчёт контура. Это надо будет сделать пару раз, тогда я смогу уже сказать точно, действительно ли она так подчёркивает контур, и действительно ли она контурирует, и именно создаёт эффект лифтинга. Ну, кожа мягкая. Я не могу сказать, что она подсушенная кожа. Я бы даже сказала, что она вот как после питательного крема. Такое вот ощущение... Такой липкости нету, кстати. Ну, потому что ты смываешь водой. Но вот ощущение такое, что вот ты нанесла питательный крем, и вот он вот впитывается, вот насыщает кожу. Ну, посмотрим, не знаю. Сейчас я протру лицо витаминным коктейлем, который я уже купила, попробуем в фикс-прайсе. Возьму вот такой вот витаминный коктейль с экстрактом граната. Ну, там свет немножко неправильно падает. Так, вот. Сыворотка для лица. Я думала, это спрей. Хотя тут нарисован спрей. Здесь сыворотка. Очень интересно. Ну, да ладно. С такими пузырьками. Интересно. Сейчас мы чуть-чуть. Запах приятный. Я никогда не наношу много сыворотки, поэтому она у меня так слабо расходуется. Потому что сыворотка сама по себе, она должна сконтактировать с кожей, нагреваться и немножко как бы плавиться. Но я могу сказать, она очень приятный аромат у нее, у этого витаминного коктейля. И она действительно, эффект сыворотки у нее присутствует, абсолютный. Потому что она как будто я водичкой сейчас вот умываюсь. Хотя я сделала сколько? Пять капель, да? Две сюда. Три, четыре. Да, пять капель я сделала. Ну, три-пять капель в зависимости от лица. Крупная, мелкая. Вот. Надо использовать. Обязательно наношу на шею. Как бы это ни звучало банально и тупо, стараюсь наносить по массажным линиям. Возле, то есть от нижней части к верху, а с верхней части наоборот вниз. Разглаживаю кожу. Нос по вертикали. Вот. Зону вокруг глаз, когда я наношу прямо к глазу, я наношу круговыми движениями от внутреннего к к внешнему. Это по верхнему веку и от внешнего к внутреннему по нижнему веку. Ну, это так. Рассказываю наперед чуть-чуть. Так, ну, вот. Делили мы масочку. Да, бровей нету. Но это ничего. Это дело наживное, либо нарисованное. Вот. Ну, такая сыворотка неплохая. Есть небольшие микрограммники такие. Наверное, все-таки типа как воздушные пузырики. Да, там где содержится как раз экстракт граната. Вот. Ну, в целом неплохо. Запах приятный. Так, что тут он нам обещает? Так. Сыворотка способна снижать испарение влаги в течение 48 часов. Блокирует проникновение вредных частиц, окружающихся. Не образует пленки на коже и не забивает поры. Но пленки нету липкого слоя тоже нету, но, естественно, после сыворотки. Хотя нет, после некоторых бывает липкий слой. Вот. Что тут витамины Е улучшает тонус кожи, способствует установление и приближает преждевременное ее старение. Экстракт граната придает увлажнение и смягчение вашей кожи, обладает антиоксидантными свойствами. То есть, ну, выводит всякую какую из организма. Ну, вот, буду пользоваться, посмотрим. У меня также еще, хотите сметить, хотите, нет, не закончилась вот эта сыворотка. Она не закончилась исключительно потому, что я ей стала не так сильно часто пользоваться. Утром я уже просто умываюсь, ее не наношу. Потому что вот эта вот корректирующая сыворотка мне что-то не понравилась. Не впечатлила она меня, так назовем это вот таким словом. Вот. Ну, пока, девчонки, это все. Вот. Что-то будет еще такого интересного, обязательно буду рассказывать. Всем привет, девчонки. Уже день. Сейчас буду наводить порядок. Пока младшая дочь спит, старшая в мультике зависла. Забыла вам рассказать. Я наконец-то доделала метрику для своей младшей дочи. Она, конечно, получилась меньше, чем для старшей дочи. Но я планирую сейчас сделать двойную метрику, где две девочки будут, и они будут уже вместе. То есть, дело-то для чего? Хочу в будущем оформить детскую комнату. Именно вот что касается моих малышей. И каждое их достижение. Хочу все-таки делать вот такое вот памятное событие. И в будущем для них это будет интересно. Вот. Сейчас я вам покажу метрику... Две метрики и алмазную вышивку, которую я заказывала на сайте Джум с святой княгиней Ольгой. Это моя святая. Как бы моя покровительница божественная. Заказала так чисто попробовать. Мне очень понравилось. Хочу еще заказать большую просто картину из-за алмазной вышивки. Вот. И хочу купить себе раскраску по номерам. Картину нарисовать. Вот. Ну, это то, что у меня в планах на ближайшее время. Так. Сейчас покажу метрики. Так. Вот это вот метрика для старшей. Ну, вы ее уже, наверное, видели. А это вот метрика для младшей. Единственное, что здесь для младшей не влезло время. Поэтому обязательно надо переделывать. Доделывать. Делать еще одну. Вот. А это вот алмазная вышивка. Пока стоят здесь, рядом с цветочками, которые бабушка принесла с дачи. Вот такие метрики. Получились. Сейчас займусь уборкой. Колобок мой на столе прыгает старший. Вот. Я на домашнем. Без макияжа, без всего. Надо покрасить брови. Наверное, сделаем это вместе с вами. Немножко их подкорректировать. И покрасим. Вот. Использую сыворотку. Вот эту вот, которую я вам показывала после масочки, которую делала из фикс прайса. Очень неплохая. Хорошо увлажняет. Лицо такое мягкое, напитанное. Вот. Поэтому пока на этом все. Что-то будет интересное, обязательно покажу вам. Доброе всем утро. Сегодня мое утро начнется не совсем обычно, не с простого умывания. А с вот такого пилинг-скатки для всех типов кожи с фруктовыми кислотами. Делаю ее не в первый раз. Достаточно интересная скатка. Хорошо очищает. Вот мы с вами сейчас сделаем. Так я умылась. Теперь, как обычно, мой утрешний уход. Это вот такой вот гель для умывания, для сухой кожи. Далее, тюйтеноват. Салициловая пенка также умывания. И тоник. Также для сухой кожи. С экстрактом ромашки и пантенолом. Пилинг я делаю, когда один, когда два раза в неделю. В зависимости от погоды на улице. Если жаркая погода, сильно высушена кожа, то делаю два раза в неделю. Если погода обычная, то есть вот осень, весна, когда солнышко не топали, делаю один раз в неделю. Вот этот пилинг очень неплохой. Он уже почти закончился. У меня он недорогой. 77 рублей или 99 рублей. В фикс-прайсе. И он работает. Кто бы что ни говорил. Был у меня пилинг от Белитвитекс. Если на эту коробочку обязательно вам покажу. По-моему, я ее выбросила. С очень крупными частицами. Он очень сильно царапал кожу. То есть повреждал ее. Даже вот как бы ты мягко не наносил его, распределял. Все равно оставлял такие, как царапинки на коже. Был у меня от Органик Шоп пилинг. Он тоже неплохой. Но особо впечатлений положительных у меня не вызвал. Так что обязательно попробую еще какой-нибудь пилинг. И тогда уже скажу, ну пока, вот как бы это странно еще для меня фаворит. Это вот этот вот мини-пилинг. Вот, в принципе, вот утро у нас такое. Сегодня пойдем выбирать маме подарок. Моей свекрови. Моя вторая мама день рождения. Пойдем ей смотреть подарок. Мы уже примерно знаем, что мы хотим. Но все-таки надо что-то еще посмотреть. Потому что, может, что-то поинтереснее найдем. Вот обязательно попробую поснимать. Если дадут возможность в магазине, да. И тогда вы уже все поймете, что мы хотим ей подарить. Вот. А на этом пока что пока-пока. Пойдем дальше собираться. Буду собираться сама, собирать деток. Может быть, действительно, сниму, в каком образе я сегодня пойду гулять. Хотя гуляю я обычно. Либо, например, особо не собираюсь, когда иду гулять с детьми. Там шорты, футболки, что-нибудь из косметики. Максимум тушь. Ну и брови. Потому что либо я их покрашу, иду просто тушью. Либо, если я не крашу, то подкрашу брови и ресницы. Тоже давно не делала макияж никакие. Времени нету, времени мало. А в ночи делать макияж не совсем удобно. Ну, будем что-нибудь придумывать. Как-нибудь крутиться. Вот. Такие дела. Ну вот, в принципе, пока все истории. А, еще, кстати, покажу вам чуть позже. Если не забуду, покажу метрику, которую я вышиваю для своих племяшек. Для одного крестника и для племянника. У них будет одна метрика на двоих. Потом сделаю еще одну метрику для их племянниц. Хочу подарить сестерию к дню рождения. У нее в декабре, надеюсь, я хотела в прошлом декабре еще это сделать. Надеюсь, к этому декабрю я сделаю. Просто то еще, то ребенок, то беременность. Потом не было возможности, тяжеловато было. Сейчас вроде и уже время стало свое более планировать. К четвертому месяцу. От рождения моей младшей. Поэтому будем так делать. Так, все, меня зовут. Так что все, пока-пока. Тебя было видно. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Пойдем, Аня. Пойдем. 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 Ань, кто это? Кто это? Это не му, это волк. Правильно, похоже, но как у быка. Нож такой, правда? Ну! Ну! Бей! Маленький танк. Аня, нравится? Да? Ты смотри, не бахнись. Все, 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 стой. Аня, стой, там машины. На люке нельзя остановиться, Аня. Аня, туда нельзя. Нет, пойдем. Поехали туда, к деду. Помощница моя маленькая. Ничего страшного, рули. Стой, машина, давай отходить. Помощница моя. Умница. Не, Аня, а нам туда. Да, рули. Рули, рули, рули. Вот, молодец.